вот такие хорошечки ты спасаешь наши уши команда меня саша прибьет 2 цесарка убежала на месте уток я как бы не будет бы подловила удушила парочку ребят я вам сейчас такое покажу меня шок дегустируете или уже просто жрёте тихаря это лучше что я ел когда-либо смотрите-ка вот они маленькие цесарочки остроносенькие яички видите вот они такие наклев вот такие дела ждем наших малышек начала лупиться наша первая цесарочка давайте с вами посмотрим первое в нашей жизни вот они маленькие брундучочки такие смотрите они меньше чем цыплятки на яичко меньше вот такие хорошечки малышечки глазки у них со стрелочками такие все полосатенькие брундучки хорошенько значит это у нас будет бролерная цесарка первая цесарка в нашей практике закрываю малыша сейчас покажу скорлупки так вот скорлупки от них ну мы вам показывали наверно кто помнит маленькие скорлупочки маленькие яички были с печатями со всеми делами бролерная цесарочка вот такая очень хороший оплот был по-моему там не знаю одну или двое цесарь сети не оплот ну вот ждем хорошего вывода надеемся так скажем можно целовать нельзя его обижать да все и целовать особо сильно тоже нельзя они забились там и угол боятся они такие шубные муравьи побежали все пускай он по дичку попьет с витаминками да ой какие шустрые пересаживаем цесарок в помещение где были утки маленькие вот поэтому обрезаем крылья заранее они будут выходить на выгол чтобы они у нас не улетели и обрезаем им укорачиваем когти потому что раздирают спины друг друга к ну как с утками та же самая история только крылья мои утки не подрезали и мажем спины сразу не знаю видно нет вот таким образом ты спасаешь наши уши пусть к спасибо большое потому что кто мы команда колесо у них лежит специально для развлечения короче они на нем сидят им нравится поэтому сашка поставил здесь у них водичка там все дела куда опилок уже накидали и вот мы попробовали выпустить их на выгул утиной наши утки гуляют все вот малыши лежат видите там облачком а эти новое пространство в общем осваивают здесь вот в таком вот выгури бестравным тем не менее мы им траву приносим сюда скошенную с косилки и далее им попробовать мешанку яйцо картошка на мясе все это варено и у них здесь же стоит вот такой вот размол зерновой с овсом и там комбикорм тоже есть сейчас эта птица возраста 39-40 суток и так дорогие друзья вышла нелегкая работа посадить 4 цесарки в это ведро 1 убежала может быть даже с концами вот но все-таки это сделала поэтому я не могу отдельно как всегда при наших взвешивания взвесить ведро и потом уже посадить при вас туда цесарок потому что шоу усаживание их туда в принципе это то еще шоу будем верить мне на слово там 4 цесарки я покажу вам как я их выпускаю вот и мне даже пришлось немножко приклеить крышку потому что если они в гараже сбегут все гараж будет проще сжечь чем поймать здесь этих цесарок по этой причине верим на слово весы на нуле так как теперь здесь делать тару мы с вами вычтем потом внутри 300 будем считать ведро с крышкой отдельно я взвешиваю покажу это четыре штуки сорокадневных цесарок бройлерных и так внимание распаковка вот они все вот не чтобы раньше так себя вели вот такая птичка вот такая вот птичка орлы все все можно бежать я выбрала средненьких по размеру есть покрупнее есть поменьше на данном этапе мы видим какие плюсы у этой птицы достаточно выносливо достаточно живучая в общем здесь она не не доставляет нам дискомфорта со своими голосовыми возможностями летучая не очень потому что мы подрезали крылья и в общем слава богу потому что я думаю что даже двухметровый забор для них не преграда взвешиваем ведро с крышкой уже без птицы 435 грамм вот и считайте цесарка бройлерная без трех дней два месяца посмотрим на нее если она конечно не слишком сильно будет негодовать по этому поводу нет слишком сильно короче если что-то увидите вот смотрите вот сейчас они все перекупаются что возникает периодически желание выпущите выпустите ее березовую рощу и забыть что она существует потому что орут они действительно достаточно сильно иногда подбешивает постоянный вопль вот слышите вот вот такого характера опс и свалили домой все меня саша прибьет две цесарки убежала эту братью надо снимать издалека слышите те кто в загонь орут хотя он открыт их загончик маленький а те что на выгуле так немножечко подуспокоились уже их пытаются утки даже клюнуть иногда за то что они вопят мне кажется диким образом но они не могут по ним попасть потому что по ним никто попасть не может и парочку штук уже перелетала через этот забор имейте ввиду сколько высотой но так где-то метр пятьдесят вот наши крикухи на месте уток я как бы нибудь бы подловила удушила парочку честно утки такие тихие спокойные а эти тихо даже не буду спрашивать слышно ли вам их вопль думаю что вы насладились этим звуком уже спал на вот такая вот бройлерная цесарка у нас и с достаточно хороший хороший иммунитет имеет потому как ни одной мы не потеряли в общем ни по какой причине вот такие вот они разговорчивые такие крикливые хорошо что у нас здесь далеко от окон дома нашего и от чьих либо еще окон тоже далеко они находятся соседи спрашивали вроде как они их не тревожит но может из деликатности они нам это сказали вот смысл ее в том еще что если мы не будем ее выпускать в открытый выгул и она будет сидеть вся вот там то она будет вести себя достаточно тихо ну то есть это будет такое совсем другого характера звуки будут вот не такие громкие но мы периодически позволяем себе днем выпускать в дневное время конечно же тут не разобрать где самцы где самки и вообще есть самки самцы тут или нет или только самки или наоборот вот такая вот красотень но уже достаточно летучая эта летучая красотень перелетает через вот этот импровизированный наш заборчик он полтора метра и благополучно пытается куда-то сбежать но потом бегает по кругу возвращаются они на голос что немаловажно для нас но еще раз повторить потерь среди них не было тихо 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 смотрите я даже встать не могу все шевеление сразу приводит в истерику всех лена сейчас такая дорогой ты не мог бы принести камеру к цесаркам на самом деле так было неси камеру скорей цесарки яйцо снесли скорей скорей смотрите у нас есть уникальная возможность после ее поимки рассмотреть это страшно на солнце выйдет ты в тени стоишь а может быть ее на свету-то она заслечит стрёмненькая какая вот она такая смотрите как они у морда не знаю видно вам или нет что самцы что самки в принципе одинаковые вообще совершенно не могу пока никаким образом их отличить у них вот это недоразумение видите на голове вот этот рок у него так и хочется набаскать как следует орут они страшно вот это уникальный случай когда она не орет как резаная они у нас куда там попадают кое-где я их могу вот вытаскивая изловить вот такая вот она крылья у нее подрезаны если вы помните еще в детстве но сейчас они уже спокойно могут перехлестнуть эту загородку несколько особей уже вот таким образом убегала но потом они как сумасшедшие носятся вокруг и ищут место чтобы войти в общем нет особого переживания что они там убегут куда-то они обязательно будут искать возможность зайти и так это можем по морде крылом я получила так хочу вам яйцо показать она в кармане видите меры предосторожности то есть если ноги не держите она может тоже спустить всю шкуру молодец реакции есть что придется так короче вам показывать вот таким образом не думайте что мы издеваемся над птицей сейчас вытаскивая их как раз нашла вот это яичко маленькая перепелиная ну что будем взвешивать нет пока такая оказия сашка на петлю можете больно будет нет ничего потерпит я думаю что она вырвется и убежит и дальше будет видео о том как мы бегаем за ней по всей округе она от нас так тихо тебе спокойно опускаем только без размаху держи держи я давай тысяча пятьдесят три месяца и снимать лапа у них пятнистые какие-то видите черные с этим с розовым ребят я вам сейчас такое покажу меня шок и шок заключается в следующем вот это фигня мы про этих индюков уже сняли все что только можно если не видели посмотрите плейлист про индюка а я вам сейчас покажу то что для меня удивительно это наша первая бройлерная цесарка и мы вам будем показывать видео о ней как вам ребята она черная мама родная она черная у нее кожный покров и посмотрите какой страны она желтая и черная просто реклама билайн понимаете вы гляньте на нее тушка мне напоминает просто породного петушка молодого вот честное слово по строению по всему ярко выраженный киль цесарка бройлерная на груди у вообще от слова совсем вот что то тут особо сильно мясо я тоже не наблюдаю и они в общем-то в нормальном весе для цесаров согласно своему возрасту но все равно конечно мелочь пузатая вот такие вот страшил очки но все иду потрошить цесарка 4 месяца перелетела вот это видите хотя мы их уже закрыли мне очень интересно где индюки обойдем эту дуру потому что она в любом случае не прибежит обратно сама без пинка порванула рванула видели вот не добегая ровно 15 миллиметров до входа все прочитала дальше вот о да неужели бингу такой удачи я не ожидала закроем их выгул домой уже пора заходить ночь на дворе скоро где наши индюки это просто для меня загадка сейчас индейка ушла но наша это породная вы видите ее я не знаю где индейка однако итак друзья сегодня уже 1 ноября и в общем пришел час икс для наших цесарок последняя партийка все сашка мне их добил и сейчас будем делать свои выводы по этой части забитых сегодня цесарок итак друзья не знаю что тут в этой цесарке бройлерного конечно сами видите дохлик нехмырующий или как там простят меня украинцы короче ну чушь какая-то несусветная вы видите короче это птица совсем не похоже на бройлерную птицу которую мы привыкли уж если индейка бройлерная так индейка если уж там птица курица бройлер на это как тот бройлер да хороший вес а это что-то вот какое-то такое костлявенькое недоразумение вот но вообще-то это вот птица цезаря до любимая поэтому на цесарка называется и элитнейшее мясо сравнивают по в своей своим дегустационным качеством с фазанятиной вот фаршированная тушеная цесарка это прям царские блюда ну не знаю посмотрим попробуем потому что вот вот это крикливое создание росло у нас четыре месяца получается почти до сегодня ноябрь 1 ноября посчитаем вам точно но катастрофически долго понимаете но катастрофически долго это цесарка у нас росла чтобы быть с потрохами сейчас не навру наверно сколько а чего я вам брать то буду дамы только блин придется мыть потом эту ну ладно чего не сделаешь ради вас кило 600 нормально с потрохами и это не самое мелкое есть там помельче и так хочу рассказать об ощущениях от потрошения в общем птица потрошится легче чем породная птица чем петухи допустим вот более нежная это чувствуется зуб отделяется легче посмотрите пожалуйста три тушки есть длинная прям совсем по длине есть вот смотрите покруглее покороче вроде типа как типа как намек на какую-то тут грудь но не столь важно хотелось сказать по поводу потрошения надеюсь вы видели мои видео про потрошение птицы в данном случае я делаю отверстие здесь потому что как у породной птицы достаточно тяжело из гортань из горла вот из этого из кожи вытащить этот зуб но и так как у меня цесарки не были отсажены зуб полный и я не стала морочиться посмотрите какой желтый жир у них вы видите прям кислотно желтого цвета жирок за счет этого и кожа просвечивает как видите желтая но это и стоит ожидать от птицы в четыре месяца в принципе это тут уже возраст как даже ручек желтеет и вот становится видеть вот такой на просвет а вот и черная остается вот эта пигментация птичку вот я уже на потрошила вот эту всю вот у меня стоят стекают это еще не сделано это тоже все мы с вами сейчас взвесим потрошка посмотрим сколько весит потрошка у этой птицы сколько весят тушки в и того когда я сделаю все ну нагляднее да правда будет когда у нас с вами будет сколько тут 15 что ли 13 штук и среднее арифметическое высчитаем по поводу всего думаю что это будет полезно для понимания сколько у нас мясо с позволения сказать выросла за три сейчас скажу вам 4 месяца и 10 дней сегодня мы посчитали итак смотрим я приготовилась жир из 13 цесарок 120 грамм но это не не серьезно да это желудки с 13 цесарок печень 13 цесарок и 13 сердец вот такие вот веса потрошков разделим посмотрим средний вес мало ли ну вам может быть это парь полезно будет эта информация вот они мои красоточки я сложила их всех и сейчас буду упаковывать в пакеты и взвешивать наверное взвесим всех сразу чтобы не тянуть время да на мой взгляд самая крупная наверное вот этот что посмотрим сколько он потянет или самый крупный или рядом с самым крупным ну вот тушь тушка уже потрошеная все готовы кило восемьсот представляете да за четыре месяца ну ладно элитное мясо требует элитных мытарств выращивание видимо его но попробуем все расскажем и так вот так я сложила все в один ящик и вот я их всех взвесила здесь 13 штук 17 930 разделим друзья мои что мы сделаем с цесарочкой мы сейчас натрем ее солью перцем чесноком и и я ее проспранцую соевым соусом прямо вот этой штукой и замариную на сутки прям сразу положу в рукав для запекания закрою и оставлю на самом деле в холоде и оставляю ну потому что на сутки буду ее в духовку уже совать завтра а сейчас пока маринуем эту страшную чернушку так нельзя так говорить у нас чернушка прекрасная вот эту маленькую темненькую птичку пускай теперь суточки полежит в холодном месте промаринуется как следует и завтра будем вечером запекать ставим цесарку так все на часик наверно сколько мы поставим давайте на 200 остановимся пока потом убавим ну что режем красоту такую ты конечно будешь ножку до вторую ножку будет бусинка а наконец-то я тебя съем так ну что поехали не будем тянуть это откуда кусочек ну как ты думаешь бедро боже мой это лучшее что я ел когда-либо вы наверно думали что я так должен сказать да нет такого не будет но на самом деле ничего вкусно ничего это пустое место знаете как что не знаю пока расскажите как что как породный петух либо какой-то цветной бройлер да но более мягкое мясо более нежное смысле до жевать не надо вот так как допустим там петуха на породного или бройлера цветного четырех пяти месячного но я мариновала суши хватит есть ты поговорить и вкусно вкусно ссарка вкусные конечно маленькая но вкусная еще вкуснее становится после моих воспоминаний какие морально нравственные страдания нам не приносила в течение ее взращивания поэтому сейчас она особенно вкусная им я мщу ей за все что она сделала с нами это вот эти но зато со что им ки и в лицу и и проще забивать с эмоциональной точки зрения ее забивать то проще а поймать ее сложнее и вообще не поймаешь не мягкое мясо откусывается и жуется но то есть допустим с петухом породным нет породным за каким как приготовить да тоже короче вкусное мясо по качеству как я сказал и по консистенции как бройлер простой белый я заметила что в цесарке жирок вот этот вот по которой желтый как раз самый он пронизывает мясо пронизывает даже белое мясо даже грудку то есть как в индейке ты хочешь да у нее есть правильник такая сочная вкусная да цесарка сейчас наверное самое дорогое мясо птицы правильно понимаю ребят мы так оханулись ну знаешь сколько глобуси стоит цесарка килограмм 900 чем-то рублей он по 450 продавали и вот за 450 я скажу откровенно не готов терпеть нюансы выращивания этой птицы а вот за 900 я бы подумал бы согласно нет да конечно конечно но мне кажется что знаешь индивиду конечно то перебор никогда перебор но рублей там 650 700 наверно да можно да и потому что она в гурманов для любителей именно то что она вырастает за сколько за сколько за долго нет это конечно не 64 где-то короче она очень маленькая в ней мясо ну сколько полтора килограмма в среднем полтора килограмма крика килограмм на 150 пока кровь из ушей не пошла но короче вот такая цесарочка вкусно вкусно кстати говоря забыли сказать вам что суп из цесарки нам очень понравился бульон насыщенный ароматный золотистого цвета ну все друзья вот такой ролик получился от яйца до готового блюда надеюсь вам было интересно и познавательно репостите видео подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу всем спасибо всем пока но пасарам и заводите все таки цесарочку тоже попробуйте ее вкусное мясо да есть смысл один раз хотя попробовать завести у нас мне очень тоже нравится хотя бы для детишек